Фестиваль организован сетью информационных центров по атомной энергии при поддержке госкорпорации «Росатома». Фестиваль длится три дня. Сегодня заключительный день нашего фестиваля. И знаете, мне кажется, в каждом городе есть такое событие, о котором начинают рассказывать на каждом углу, куда все стремятся попасть. И наша сегодняшняя встреча, наш сегодняшний эксперт стал именно тем самым хедлайнером. На протяжении, наверное, двух недель, каждый день мы получали кучу сообщений, а можно ли еще попасть на эту лекцию, можно ли еще записаться. Мы не успели зарегистрироваться. Все регистрации были закрыты буквально за два дня, поэтому вы именно те счастливчики, которые смогли поприсутствовать лично на этом мероприятии и задать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. Ну что ж, не буду утомить в ожидании, тем более вы все его прекрасно знаете. Это известный антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, научный редактор портала «Антропогенез» Станислав Дробышевский. Ваши бурные аплодисменты. Мы так не начнем. Друзья, сегодня мы поговорим про эволюцию красоты. Станислав расскажет нам небольшую лекцию на эту тему, и потом у вас, конечно же, будет возможность задать ему интересующие вас вопросы. Я призываю вас это делать. Единственная оговорка такая. У нас время мероприятия ограничено, поэтому на все вопросы мы, к сожалению, ответить не сможем. Не расстраивайтесь. Ну и по традиции авторы лучших вопросов получат научно-популярные книги, и сегодня это книги Станислава, так что, возможно, даже автограф автора сможете на них поставить. Ну что ж, Станислав, вам слово. Спасибо. Спасибо. Итак, сегодня речь пойдет про эволюцию красоты. На самом деле, тема, понятно, весьма спекулятивная, потому что что вообще считать красотой и как ее определить в древности, это, честно говоря, большой вопрос. Но вполне решаемый. Для начала красота — это концепт не только человеческий. И красота существует вполне себе в природе, причем она существует независимо от человека, не возникла задолго до появления человека. И, конечно, всегда вопрос, как это воспринимается другими живыми существами, но по факту она есть. И чаще всего эта самая красота — результат работы полового отбора, когда что-то такое вот не вроде бы функциональное, не особо полезное, не утилитарное, но тем не менее красивое, симметричное, какое-нибудь яркое и необычное возникает. Ну, классические примеры. Допустим, рыбки, уж на что вроде бы не самое интеллектуальное создание, способны создавать что-то прекрасное. Вот, например, гнездышко рыбок, какие-то тургенегер, как-то я неправильно назвал, но неважно, которые самцы на песочке выстраивают такие вот странные встончатые какие-то кольца для привлечения самок. И это именно что красота. То есть самка, глядя на это гнездышко, понимает, что самец молодец. Вот он способен хвостиком, значит, так помахать, чтобы сделать вот такую штуку. Причем, ну, это гнездо, оно весьма условное, это не то место, которое там нужно для чего-то функционального, и сама форма, она не определяет выживаемость этой икры, например, но это именно для привлечения. То же самое бывает у самых разных других животных, ну, у птиц чаще всего, и лучше всего это заметно, по той простой причине, что задачи птиц и органы восприятия птиц такие же, как у нас. То есть они, в общем, также воспринимают мир, у них ведущие органы чувств, это зрение и слух, поэтому мы понимаем, что им вообще надо. То есть если, например, у каких-нибудь палевок ведущие обоняние, и они что-то прекрасное делают в виде запахов, мы этого не осознаем и не поймем, у нас обоняние плохое. А с птичками общаться проще. И вот, например, птички-шалашники, которые создают шалаши, ну, самцы строят этот самый шалаш, там куча разных вариантов есть, видов много, но этот шалаш, это, опять же, не гнездо. Но самец старается, строит, украшает, причем, с одной стороны, у него есть врожденная программа, он строит это гнездо, потому что у него включается программа строительства гнезда, а с другой стороны, у него есть творческий подход. И каждый конкретный самец делает это немножечко по-разному, у них есть свои цветовые предпочтения, кто-то украшает над крыльями жуков, кто-то цветочками, кто-то ягодками. Но вот этот такой современный самец оказался, если присмотреться, тут крышечки, пробки от бутылок, вот как здесь вот стоит, и трубочки эти сосательные, опять же, пластиковые. Вот, ну такой сообразитель нашелся. Ну а самка, соответственно, порхает от самца к самцу, от вот этого шалаша к шалашу и выбирает, какой самец самый творческий. Вот, ну и если он такой молодец и так здорово все это делает, у него мозги работают, ну, значит, надо от него иметь потомство, ну, потому что выживание генов самки зависит от этих генов самца в том числе. То есть самка-то сугубо, конечно, эгоистически мыслит, ну, как бы не мыслит, да, ведет себя, вот, и опять же, она не мыслит. То есть и самец не мыслит, и самка не мыслит, но на автомате получается так, что самые творческие шалашники оставляют больше своих генов, а самые нетворческие проигрывают. И раз от раза шалашники становятся все более и более творческие, шалаши красивше и красивше, и сами птички тоже становятся все красивше и красивше, причем в некоторых случаях происходит такая инфляция в своем роде, как, допустим, у райских птиц, потому что вот эта вот красота, она имеет в себе еще такой смысл, что она может снижать приспособленность самца. То есть если этот самец яркий, красивый, пляшет, поет, орет, он более заметен, скажем, для хищников, и если он успел увернуться от атаки какого-нибудь ястреба, который его замечает, пока он там пляшет, поет, то, значит, у него реакция отличная, там, зрение, слух, да, и он как бы молодец. И вот эти отрицательные свойства его вот этой красоты и яркости его приспособленность не снижают, потому что крутые его свойства перевешивают. Ну и с точки зрения самки он как герой, да, значит, он там быстрый, умный и все такое. Вот, но на Новой Гвинеи, где же утрайские птицы, нету большого количества хищников, и поэтому получается, что он может там трижды быть разудалый, да, а вреда никакого. И, соответственно, и этот красивый, и этот красивый, и как выбрать, кто из них круче. Вот, и приходится им плясать сутками напролет, и песни и пляски вот этих райских птиц, это что-то с чем-то, ну, посмотрите видюшечки на эту тему, то есть они прям там убиваются до потерь сознания. И опять же, кто выдержал вот там сутки пляски песен, да, ну, песни там своеобразные, мягко говоря, ну, послушайте как на досуге, но там такие вопли этих пьяных кошек каких-то, но тем не менее, вот, с их точки зрения это прекрасно. И тот самый красивый. Ну, а в итоге, когда мы смотрим, мы видим, да, райские птицы, они прям там чудеса. Ну, тут какую-то произвольную взял, а вообще их там какое-то бесконечное количество. И более того, такой эволюционный подход может влиять даже на те организмы, которые сами по себе вроде бы и поведения нервной системы не имеют. Например, на цветочки. Цветочки красивые, но понятно, что сами цветочки друг друга не видят, они зрения не имеют, нервной системы не имеют, и тем не менее, они прекрасны, потому что их видят бабочки. То есть бабочки отбирают друг друга этим самым половым отбором, но если бабочка, например, видит хорошо оранжевый цвет, чтобы друг друга видеть, так она будет и цветочки видеть хорошо оранжевые, и, соответственно, будет с большей вероятностью опылять именно оранжевые цветочки, и цветочки будут оранжевые, потому что оранжевые будут воспроизводиться. И сплошь и рядом бывает, что бабочка определенного цвета опыляет цветы такого же цвета. Ну, здесь синяя, конечно, оранжевая, но у синей оранжевые пятнышки. Ну, это не стопроцентный закон, понятное дело, но в итоге весь мир становится прекраснее, это хорошо. Ну, а когда еще и возникает тому же сложная нервная система, способная все это осознать, то это уже прямо-таки чувство прекрасного. Но у наших предков все это реализовывалось в разных версиях. Наша нервная система сложна, и один из элементов вот этой вот эстетики – это просто подход к ландшафту. Тут есть достаточно закономерный процесс. Ежели посмотреть, какие ландшафты населяли наши предки миллион лет назад, но они просто функциональны. То есть это какие-нибудь там заросли, кусты вдоль каких-то речек, озер. Ну, желательно, чтобы были заросли, где есть какие-нибудь там фрукты и зверюшки. И водоем, где опять же собираются зверюшки, ну, если это уже там маломальские хищные какие-то наши предки. И, ну, такой пасторальный ландшафт. Вот, допустим, озеро Накуру в Кении – отличнейший пример. Ну, и, в принципе, наши предки в Восточной Африке, в Южной Африке жили вот в таких пейзажах. И как это прописано в геноме, честно говоря, без понятия, но, судя по всему, какая-то предрасположенность к такому ландшафту есть. Потому что куда бы ни распространялись люди потом из Африки, ну, уже сильно позже, понятное дело, они каждый раз заселяли ровно такую же местность. То есть каждый раз они оказывались, ну, плюс-минус в таких же местностях. И если вы посмотрите пейзажи какого-нибудь там XIX века, например, да и XX, там кого угодно, вы увидите ровно ту же самую картину. Ну, только там носорогов не будет, а там носороги есть. А будут какие-то овечки, например, но тоже будут какие-то кусты, речушечка, деревья, какие-нибудь холмики такие на горизонте. Ну, если есть холмики, это приятно. Ну, не горы там до небес, да, а вот какие-то такие изящненькие. И это вот тот пейзаж, к которому мы приспособлены, в котором мы чувствуем себя хорошо. А другие пейзажи, ну, какие-нибудь там пустыни, какие-нибудь запредельные горы, они тоже впечатляют, конечно, да, но жить там как-то не особо большинству людей хочется. И такие экстремальные места заселялись в последнюю очередь. Там тропические дождевые леса, высокогорье, пустыни, тундры. Они вот по умолчанию уже заселялись последними, где-то вот когда уже все нормальные места были заняты. И это, видимо, где-то прошито у нас. Как это определяется, опять же, генетически, без понятия, честно говоря, как это можно в генах записать. Но, судя по всему, работает. Ну, и по выходе из Африки все то же самое. Вот, допустим, местность Убидия в Израиле полтора миллиона лет назад, где тоже вот такой пейзаж ни о чем. То есть он удобный, полезный, приятный для глаза, но как бы не сказать, что был какой-то красивый, просто как бы пейзаж. Ну, Убидия, она замечательна во многих отношениях. Во-первых, там шикарные находки, там такие чопперы, и даже кости людей древних есть. А во-вторых, рядом есть бахча, что само по себе как бы радует. Ну, то есть там можно ворвать арбузы, правда, там эти охранники сидят. Но спустя некоторое время люди, как ни странно, стали селиться в не самых удобных местах. Ну, здесь тоже примеры из Израиля, но можно было бы и другие взять, где жить, в принципе, хорошо, но не лучше, чем где-то по соседству. Ну, допустим, местность рядом с горой Кармио, там пещеры Табун, Сху, Эльват, находятся недалеко от моря и вокруг гораздо более удобные места, где тоже какие-то ручейки есть, и ровная достаточно поверхность, и доступность ресурсов. А здесь прикольные останцы. То есть это здоровые такие откосы вертикальные, недалеко стоит вот такой столб. На фотографии он, кстати говоря, гораздо меньше впечатляет, чем в оригинале, потому что она такая высокая штуковина торчит, ну, а-ля красноярские столбы, что-то вот в этом же духе, ну, может, чуть поскромнее, но тем не менее. И на склонах вот этой вот всей конструкции этой горы Кармио имеются пещеры в довольно большом количестве, где жили эти люди, и это неудобно на самом деле. То есть смысла жить в этих пещерах вообще-то особо нету никакого, но красиво, потому что глаз радуется, а красиво-то потому что оно нестандартное, потому что это не так, как везде, потому что вот этот обычный пейзаж, он как бы обычный, а здесь необычный. И стремление жить в нестандартном месте – это уже первый признак эстетики. И показательно, что со времен, там, где-то 300 тысяч лет и дальше, люди начинают вот в таких необычных местах селиться. Ну, другие примеры, тоже израильские, ну, просто у меня фотографии хорошие были. В Зутие, например, и практически напротив Амут, ну, вот наверху Амут, внизу Зутие, где каньон с огромными такими стенами по бокам, внизу ручеек течет, там какие-то заросли, но опять же пещера Амут находится строго напротив вот такого здоровенного станца. Там доманы бегают, но жить там неудобно, потому что, чтобы залезть в эту пещеру Амут, это надо коряпкаться по, ну, не то чтобы отвесной, но с таким хорошим уклоном в скале, с осыпающимися какими-то камнями, ну, и вы еще представьте, что вы там неандерталец, у вас за плечами какая-нибудь там коза, и вам надо на высоту там в 100 метров лезть по каменной осыпи босиком. То есть там в ботинках, ну, не то что сложно, как бы там можно пролезть, да, но если нагружено еще чем-нибудь, а там кости больших животных в том числе есть в этой пещере-то, вот, а потом еще спускаться, вот, а внизу этот ручей, да, и какие-то заросли эти, ну, как бы не очень здорово, но зато прикольно, вот, там вот эти стены в две стороны, этот каньон расходится, ну, а чуть подальше вот эта пещера Зутие тоже такой здоровенный останец, там две пещеры с двух сторон, ну, вот самое главное вот это, и оно как бы впечатляет. Ну, и на заглавной картинке, которая была вот для заглавия всех слайдов, там был вид из пещеры Зутие наружу, и тоже как бы там, когда находишься, ну, такой прям панорамный вид классный. То есть жить неудобно, но прикольно, и это даже способ поиска новых стоянок. То есть если у вас, допустим, есть задача найти стоянку более-менее поздних времен людей с хорошим интеллектом, найдите красивое место. Ну, вот, неспроста, допустим, в городе Красноярске есть такое место Афонтова гора, а, может быть, знаете, там сейчас мост новый построили, ну, собственно, стоянка была известна давным-давно, но когда стали строить мост, стали активно ее копать. Это, кстати, одни из самых грандиозных раскопок у нас в стране вообще, если вообще не самые грандиозные по масштабу, по площадям. И, как, может быть, представляете, это находится строго напротив шикарного пейзажа, и там эти останцы видно, ну, там, может, не сами столбы, но какие-то там аналоги, там эти столбы парочка стоят. Вот, и вдоль реки, понятно, там на 100 километров можно, там на сотни, вернее, и там в одну сторону, в другую сторону жить, но жили они вот именно на этой Афонтовой горе, именно на этом берегу, потому что прикольный вид. Вот, то есть могли-то жить и там, и этом, и археологи смотрели, они проверяли, разведки делали, вот, но основные стоянки, самые большие, на протяжении тысяч лет, это разные люди, друг с другом незнакомые, но выбирали каждый раз одно и то же место. Вот, и таких примеров масса, то есть в Костенках, например, под Воронежем, тоже огромное количество поселений самых разных времен, и разные люди, незнакомые друг к другу приходили, потому что там такие огромные белые бугры с шикарным видом, вот, ну, там и удобно, на самом деле, потому что там это заводи были, с птицей, рыбой, там, всем на свете, но просто и красиво. В Зарайске тоже карманенцы поселились на таком бугре, откуда классный вид, там, когда выходишь, там даже местные жители это называют, там, ривьерой Зарайской, потому что, когда выходишь, такое впечатление, что на берег море, потому что обрыв, а дальше ничего нет, такая пустота, ну, такое ощущение реально, что там море сейчас откроется. Ну, выходит, там все-таки речка Осетр и какие-то поля, а не море, но пока не вышел на самый бугор, оно красиво смотрится. И неспроста потом уже после людей каменного века ровно на этом же месте поставили Кремль. Ну, и, собственно, сейчас стоянка Зарайская, она находится в пределах кремлевских стен, ну, и там чуть вправо-влево, и такого полным-полно. Вот, но это возникло не сразу. То есть вот этот подход с точки зрения красивого места возник, по сути дела, только у людей гейтельбергских, то есть порядка вот 300 или там около того тысяч лет назад. А до этого, вот то, что я показывал там на Куру, да, эту убедию, вот это просто удобное место, чисто функциональное. Ну, и все последующие времена то же самое. То есть, например, если задача найти какое-нибудь там древнерусское городище, просто идете вдоль реки, где-нибудь там в средней полосе России, и находите самый красивый бугор над рекой. Сто процентов там будет древнерусское городище. Ну, потому что они любили жить красиво. То есть там неудобно. Там воду надо, бог знает, откуда тащить, да, этими ведрами, там, кадушками. Ну, оборонительно, понятно, есть плюс. Вот, ну, и просто потому что лепота. Значит, следующий. Этап нашей эстетики. Это всякие, может быть, нестандартные вещи, когда люди начинают обращать внимание на что-то необычное. Ну, например, какие-нибудь кварцевые кристаллы. Вот из Сингиталаф. Там датировки точно нету, но, по крайней мере, это Ашель. То есть это время все те же, там, примерно 400 тысяч лет назад, плюс-минус. Ну, там около полумиллиона или поменьше. То есть есть камни, они какие-то серые, непонятные, а есть кварцевые кристаллы, прозрачные, клевенькие. И они, собственно, где-то их там нашли, притащили в эту пещеру и в достаточно значимом количестве. То есть чисто геологически их там в таком количестве быть не может. Иногда они из этих нестандартных... А, и вот еще другой пример из Веймоса. Допустим, полированный кусок коралла. Тоже, ну, классная штука. У меня дома все полки завалены подобным барахлом, которые я вот где-нибудь есть, все время что-то нахожу, в карман сую. Ну, я даже более чем уверен, что если вот здесь сейчас по карманам потрясти, то у кого-нибудь какая-нибудь вот эта фигнюшечка найдется. Ну, не скажу, что у всех, но у кого-нибудь вот что-нибудь такое прикольненькое, кто вот шел, что-то там нашел, да. Ну, дети это тащат вообще мешками все время барахло. Вот, причем в Веймосе еще он просто как бы клевенький, да. А в других местах есть подобные примеры, когда эти кораллы принесены, скажем, за 193 километра. То есть в этой местности таких кораллов нет, да. Это вот монопорты, принесенные издалека людьми. Ну, и 100 километров, там 190, да, 200 почти, тащить в руках. Понятно, у них там ни карманов, ничего не было еще в тот момент. Это как бы сверхзадача. То есть это некое упорство. Вещь бесполезная, то есть она ни для чего функционально не нужна, а прикольная, потому что вот эти звездочки такие коралловые, да, она же классная штука. У меня, к сожалению, вот нет цветной фотографии этого дела, но вот такая есть. И подобные вещи говорят о том, что люди стали внимание обращать на что-то необычное. Это эстетика. Причем, видимо, она просто побочный эффект нашего очень сложного мозга. То есть когда мозги предназначены и отрабатываются эволюционно для решения каких-то вполне конкретных задач, ну, сложных задач, в итоге они становятся настолько сложные, мозги, что когда задачи уже решены, мозги не могут не работать. Нельзя просто их там выключить как компьютер, да, и там до следующей задачи, чтобы не работали. Они должны обрабатывать информацию. И вот обрабатывают. Вот какая-то необычная штука. То есть раньше внимательность и наблюдательность, они возникли для поиска, скажем, насекомых, да, или там ягод каких-нибудь, чтобы какие-то странности, вот нестандартности выискивать. А потом нестандартность, ну, как бы она вроде в рот не запихаешь особо, хотя дети все равно пихают. Ну, 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 в руку взять, да, там, потащить, как бы внимание обратить. Вот, и люди, которые больше внимания обращают на всякие нестандартности в окружающем мире, они оказываются более адаптивны, потому что так они также обратят внимание, там, на конь хищника, может быть, не самого стандартного, на какую-то еду нестандартную, на других людей, там, на их поведение, и решают задачи в итоге лучше. Вот, то есть творческие люди оказываются более адаптивными. А через некоторое время они начинают эти предметы окружающего мира еще и модифицировать, и в том числе из этих нестандартных вещей что-то делать. Ну, допустим, мустьерское холцедоновое остроконечник орудие откуда-то с Ближнего Востока. Ну, это из Горобиловки, поэтому непонятно, откуда конкретно. Но, тем не менее, нестандартный камень, который вообще-то не предназначен, ну, он неудобный для изготовления орудий, он колется не как кремень, что-то хорошее из него не сделаешь, но зато он прикольный, он красивый. И неандертальцы сделали вот такой остроконечник, он пусть хуже функциональный, чем был бы из кремня, но зато прикольный, красивый. В Египте атерский наконечник такой красивый черешковый из так называемого ливийского пустынного стекла. Ну, это самое ливийское пустынное стекло, это такое странное явление природы. Видимо, было падение какой-то кометы, то ли что-то такое там в Сахару. И когда она шмякнулась, расплавленный песок полетел в все стороны, и получилось вот такое природное стекло. И его до сих пор там туристов впаривают в качестве такой экзотики. Ну, и неандертальцы, ну, вернее, там еще какие-то протосапиенс, скорее даже, вот сделали такой наконечник. Ну, там точно датировки нет, потому что это с поверхности найдено. Но атерская культура — это где-то 90 тысяч лет, там, плюс-минус, там, под сотню. Ну, вот, это еще как бы не совсем как бы современные люди. Ну, вот, опять же, атерские вот эти черешковые наконечники, они гораздо лучше обычно сделаны, чем вот этот. Потому что они обычно сделаны из кремня, и его легче обрабатывать. А из стекла так не сделаешь, ну, по крайней мере, там, характеристики другие. Поэтому он такой немножко коревенький получился, но прикольный. Ну, вот, и у всех просто наконечники, а у меня прозрачный наконечник. Это же офигеть как. Вот, и такие редкостные штуки, они там и сам появляются. В некоторый момент, да, ну, вот, еще другой пример, там, рубила из цислякомун, там, с включением каким-то. Ну, такого можно много там приводить. Но вот, когда вот из какого-то красивого камня сделано. В некоторый момент сама форма орудий получает значение. Одним из первых подвижек в этом направлении — стремление к симметрии. Чему, примером, рубила из боксгроуфа. Тоже где-то полмиллиона лет датировка. Когда рубила, сделано суперсимметричное, трехмерно симметричное. То есть, когда мы смотрим на него плашмя, оно симметричное. Когда с режущего края симметричное, и с торца тоже симметричное. Сделать такое крайне проблематично, потому что это камень все-таки. И для пользы дела это абсолютно бессмысленно, потому что вы держите это в руке, а рука-то не симметричная. Там, большой палец от мизинца отличается. И это не привязывается ни такой древкой, ничего. Но оно, тем не менее, старательно выделано именно суперсимметрично. И, видимо, это эстетика. Именно что? То есть, это стремление сделать не так, как в окружающем мире. То есть, главный принцип здесь — это отличие от природных объектов. Стандартных, которые хаотичные, какие-то кривые, косые. И, как говорят дизайнеры, стремление к идеальной симметрии — это ошибка начинающего дизайнера. Например, когда оформляется зал, и чтобы с одной стороны стояла растяжка, и с другой стороны растяжка. С одной стороны надписи С, и с другой стороны надписи С. Но здесь такого нет, потому что здесь, видимо, делали не начинающий дизайнер, и еще к тому же вход не симметричный. А начинающий он бы все сделал вазон с цветами справа-слева. А не начинающий, крутой дизайнер, он делает немножечко наискосок. С одной стороны надписи, с другой цветочек. С одной стороны растяжка, а с другой оператор. И уже красота. Прическа, одежда какая-нибудь перекошенная, серьга в одном ухе есть, в другом нет. Это уже как бы с преподвывертом. То есть это уже отличается от отличающегося от... То есть идеальная симметрия – это просто от хаоса отличие, а асимметрия – это отличается от примитивной симметрии. Этим оно еще как бы круче. То есть это требует большей обработки мозгом. И, в числе прочего, показывает интеллект вот этого самого творца. То есть если он сделал симметрично, уже молодец. Если сделал асимметрично, дважды молодец. И получается, что такое мышление демонстрирует высокие показатели интеллектуальные этого творца. А стало быть, опять же, другие члены группы на него больше внимания обращают. Ну, если они того же пола, то он занимает большую иерархию, более высокую ступень. Если они другого пола, то у него шанс на передачу генов увеличивается. Причем неважно, какому полу он сам принадлежит, этот человек. И вот самые древние такие орудия, они вот оказываются суперсимметричные. То есть самые древние орудия вообще не кривые. То есть если взять какие-нибудь чопперы, они все кривые, косые, убогие, корявые. Вот потом появляются вот эти суперсимметричные, а потом асимметричные какие-нибудь там микокские кальмиссеры. Вот они уже такие вот на одну сторону перекошенные. Вот это, кстати, функционал повышает и красиво смотрится. Изделия могут быть сделаны, да, и другой пример, вот допустим, из кловеса. Мало то, что они идеально симметричные, так они еще и супер качественно сделаны. Вот кловесские орудия, они настолько идеальные, что они толщиной могут быть там чуть ли не с бумагу. Ну и салютрейские такие же наконечники еще тоже бывают. А салютрейские бывают даже так сделаны, чтобы там удар был как бы с отрицательным углом. То есть обычно, когда обрабатывается, он как бы краю, а орудие тоньше. А они иногда делали так, что оно с краю потолще, чем в центре орудия. И самые хитроумные делали так, чтобы здесь даже отверстие появилось. Это реально очень сложно сделать на камне. И это показывает супермастерство. То есть оно и выглядит необычно, и нестандартно, и показывает крутизну. Но функционала в этом нет никакого. То есть такое орудие 100% сломается, если попытаться его использовать. И следов применения на многих таких изделиях и нет, в общем-то. То есть это однозначно делалось уже просто как произведение искусства. И там наконечник может быть вот такого, скажем, размера. И иногда это изделие с какими-то необычностями. Вот мои два любимых примера. Рубила известовца с ископаемой ракушкой и своскомба с ископаемым морским межом. Когда люди нашли кусок породы с этими окаменелостями и сделали так, чтобы вот эти окаменелости оказались по центру. Это сделать не так просто, надо сказать, потому что это, опять же, булыжник. А из фанскомба там и порода не самая подходящая явно для изготовления орудий. Но прикольно. Это, опять же, не стандарт. У всех просто рубила, а у меня с морским межом рубила. Оно такое одно. Это эксклюзив. И это показывает, опять же, человек какой-то нестандартный, необычный. И, опять же, получает кучу преимуществ. Ну и в таком совсем уж продвинутом варианте они начинают модифицировать как-то уж совсем нефункционально. Древнейший тому пример – вот эта замечательная ракушка с Явы. Тоже с датировкой полмиллиона лет. То есть, как видите, тут цифры и все примерно в одно и то же время сходятся. Когда пятикантроп взял ракушку, взял акулий зуб, а они там найдены, эти акулий зубы, тросология показана, что ими сделано. А акулий зуб, наверное, была еще, между прочим, приволочь с берега моря, а три не на берегу моря находятся. И этим самым акулий зубом на ракушке накорябал вот такую церапульку, которая, опять же, нефункциональна. Это не чтобы эту ракушку открыть и съесть. Это не чтобы сделать орудие, потому что и орудия с раковином известны, и как они открывали нам известно, и они это делали не так. А здесь просто потому что хочется. И вот эта вот, опять же, неутилитарная затрата времени и сил для получения просто эстетического удовольствия и каких-то богатых эмоций, это и есть определение искусства. Это древнейший предмет искусства, известный нам совершенно точно. Причем это уже не орудие. То есть если это все хотя бы хоть как-то функционально, это просто прикольные штучки, а здесь они еще модифицированные прикольные штучки. То есть мало того, что сама ракушка красивая, так что она еще и украшенная. Это причем сделали пятикантропы, такие прям вот пятикантроп, пятикантроп образцово-показательные, потому что черепная крышка и бедренная кость, найденные рядом, послужили голотипом для описания пятикантропа, собственно. И полмиллиона лет назад на Яве, где до сих пор считалось, что они самые были убогие, там каменных орудий, кстати говоря, нету, но вот тем не менее оказались самые творческие. И спустя некоторое время все это доходит до появления прямо-таки украшений как таковых. Древнейшие примеры восходят опять же ко временам Ашели, но они такие весьма скользкие, сомнительные. Например, вот бусики из губок, ископаемых в Сентошели. Ну и такие в других местах есть. В Гешербенот-Якове, в Израиле, недавно вот в Африке что-то подобное нашли, когда ископаемые губки, ну или там морские лилии в Гешербенот-Якове, там еще что-нибудь такое, найдены как бы не совсем в своем месте, в слишком большом количестве, чем они бы должны были быть от природы. И вроде как они принесены людьми, а у них естественная дырочка в серединке, и может быть это были бусики, а может быть это и не были бусики, а может они как-то функционально использовали, а может они просто природные валялись тут всегда, потому что, собственно, ископаемые все ракушки, там эти губки и лилии, можно найти где угодно абсолютно, если вот здесь по берегу походить, вы рано или поздно найдете что-нибудь такое. Так что тут вот всегда есть большие-большие сомнения на тему того, оно вообще естественное или искусственное, и доказать это крайне проблематично. Пока вот мы не найдем скелет пятикантропа, полный рост, увешанный этими бусами, мы этого не поймем. Но у нас таких скелетов нет. Тем более, что вот конкретно в Сентошели эти штуки были найдены еще в XIX веке, неизвестно как и неизвестно кем, без всяких там соблюдений методик, и никак это не документировано. Но зато их там мешки, реально сотни там найдены, ну и не только в Сентошели, в других местах. Вот иногда бывают проблемы с датировками подобных изделий. Допустим, в Австрии, в Реполюсте, клык песца с дырочкой, вроде бы в слое 300 тысяч лет назад, но в более верхних слоях, там есть верхний палеолит, ну где украшение уже довольно банальная вещь. И может быть оно вот просто как-то завалилось, щель какую-нибудь, там они за капушку какую-нибудь сделали. Ну вот может быть оно и не относится ко времени 300 тысяч лет назад. Но древнейшие такие вещи обнаруживаются на самом деле вот в данный момент в Африке. Они стали известны. Ну тут я даже не стал вставлять, потому что невозможно все их показать. Но не только у сапиенсов. Ну у сапиенсов-то как бы еще понятно, но тем более прикольно, что параллельно и скорее всего даже и независимо подобные вещи возникали у других людей, у неандертальцев в том числе. Самый древний пример неандертальского творчества такого это набор когтей орлана-белохвоста из Храпины 130 тысяч лет назад. Причем там они друг друга еще и сожрали, эти самые неандертальцев, куча костей со следами каннибализма. Но кто-то из них, там вопрос, кстати, кого ели или кто ел, был украшен вот этими вот когтями. На этих когтях есть насечки на основании, где их там отрезали, но нету следов функционального использования. Вот, найдены они кучкой были и зашлифованность на основании от веревочек есть. А последние исследования микроскопические показали, что в микротрещинках на этих когтях есть следы краски трех цветов, там белая, желтая, красная. И судя по всему, это не когти были покрашены, а сам неандерталец был покрашен, и у него об пузо затерлись эти бусики, и, соответственно, краска туда попала. Ну и в итоге художники реконструируют теперь этих чудесных неандертальцев с этими когтями, измазанной охрой, еще и с перьями. Ну а с перьями тоже не просто так, потому что сейчас уже в нескольких пещерах и на Ближнем Востоке в Киземии, и во Франции в Репарде Фумании, там еще где-то найдены кости птиц с насичками, в местах прикрепления больших красивых перьев. И причем там птицы некоторые какие-то экзотические, типа там какой-то черный гриф, которого там не особо есть хочется, ну он вонючий, но тем не менее, вот именно там, где большие красивые перья крепились, там вот самые эти насечки. Понятно, что перья можно использовать вполне функционально, но с большой вероятностью они используются именно как украшение. Ну и всякие там ракушечки с дырочками тоже с охрой. Потом уже в самое позднее время у неандертальцев появляются такие нормальные подвески, там и с дырочками, и с насечками зубов. Но правда вот эти арси-сюркюр, там точно неандертальцы, но культура Шетель-Перроны время 30 тысяч лет назад, это время, когда неандертальцы уже плотно контачили с кроманьонцами, сапиенсами. Есть сомнения, что может быть они переняли это дело у кроманьонцев, но так или иначе неандертальцы применяли. И использование, опять же, всяких необычностей, например, в Артю во Франции мекокское время есть хвост и лапа леопарда в сочленении. А когда у нас есть остатки хвостиков и кончиков лапок, иногда еще и челюстей, это гадалки не ходить, 100% это шкура. Это шкура леопарда. А шкура леопарда, она, понятно, не очень-то функциональна. То есть если для тепла, во-первых, не такая, может, она и теплая, а во-вторых, всяких там козлов проще добыть, чем леопарда. Леопард просто опасный. Но он красивый, он же клевый. Создрать шкуру леопарда святое дело для неандертальцев. Не сдирайте, не делайте так, вы не неандертальцы. Леопарды редкоственные краснокнижные, их убивать нехорошо. Но неандертальцы были попроще, чем мы. И, собственно, вот щеголяли в этих леопардовых шкурах. Ну, кстати говоря, не только неандертальцы это делали, потому что это такие подобные находки есть и для сапиенсов из Дипклоуфа, допустим, в Южной Африке и других мест. Так что это было там и сям. И это уже украшение себя. А тут есть такой момент, что если кто-то украшает себя, значит, он хочет казаться не таким, каким он есть на самом деле. И, скорее всего, он это делает для кого-то, кто его не очень-то и знает на самом деле. Потому что если вы живете, ну, как неандертальцы большинство жили, маленькой группой в 15 человек с рождения до смерти вы видите только там папу, маму и там братьев, сестер, и там своих детей потом, то, собственно, чем вам себя украшать? Про вас все известно, вы про всех других все знаете. И украшение не имеет никакого смысла. Вот. А вот это все вместе взятое и украшение уже у кроманьонцев имеют смысл, когда кто-то вас не очень-то знает. И вы можете показаться круче, чем вы есть на самом деле. Вот. И показать свою там удаль молодецкую, например, ну, ту же шкуру леопарда содрать с кого-то, да. То есть, значит, вот человек может там победить леопарда. Вот. Может или не может, если там 15 человек, и так все в курсе, да. Ну, вот. Там не надо доказывать. Все знают, кто этого леопарда забодал. А если вы пришли на короборе с другим племенем, там надо себя показать во всей красе и обвешаться ракушками, намазаться охрой, там, бусиками из корлупы и страуса, там, из клыков и там, что угодно. Вот. А у сапиенсов такое дело приобретает прям-таки промышленные масштабы. И этим, кстати говоря, сапиенсы очень сильно отличаются именно что от неандертальцев. Потому что на 100 тысяч лет существования неандертальцев у нас подобных индивидуальных украшений ну, штук 40, наверное, наберется. Ну, там, порядок где-то такой. То есть это мало на самом деле, очень. И на подавляющем большинстве стоянок неандертальцев ничего этого нету вообще. Там, в лучшем случае какие-нибудь крупинки охры будут, и то всегда сомнения, она вообще природная или ее приволокли. Никогда там толком непонятно. Ну, почти никогда. А у сапиенсов такое почти гарантировано. То есть на любой приличной нормальной стоянке сапиенсов этого добра будет вагон мешками буквально-таки. Ну, допустим, в том же Бомбасе вот этих раковин там какие-то сотни найдены. И не только в Бомбасе, там этих пещер дофига. И сами куски охры, мало того, что они имеют сточность, то есть они как карандаши использовали, что-то им там рисовали, так они еще сами украшены орнаментом, который тоже нефункционален. И уже совсем апофеозом становится изготовление бижутерии фактически. Вот из Сен-Жермен-Ле-Ривьер чудесный пример, когда из мыльного камня сделан резец оленя. То есть это были охотники на оленей, у них этих резцов оленей под ногами валялось, ну, как грязи. И тем не менее, вот человек заморочился, взял камень и выточил из него резец. Это вообще не так просто сделать. Ну, ладно, но сделал. Есть другой пример, ну, тут я все подряд тоже не стал вставлять, из Пернон-Пэйр, где из бивня мамонта была сделана раковина Каури. Раковина Каури тропическая, красивая, клевая, всем ее хочется, и наверняка у кого-то из вас дома они лежат в каком-то виде где-нибудь, даже если вы не знаете, что это раковина Каури у меня точно где-то лежит. Вот. И, ну, она клевая, но в ледниковой Европе достать ее проблема, потому что она тропическая, и иногда, кстати, их доставали такие, они тоже в могилах есть, но это приволокать, как бы тащили там откуда-то издалека. Ну, товарищ нашел выход, взял кусок бивня мамонта, а мамонтов там пасется за околицей, да, полно-полно, вот, и вырезал эту самую раковину, еще и с ушком удобно как бы подвешивать можно. Вот. Ну, и иногда сами эти предметы приволочены откуда-то издалека. Ну, те же раковины Каури, иногда это куски янтаря, какие-нибудь там морские раковины, оказывающиеся в центре Европы, там, в Чехии, допустим, вот, или в Сен-Жермен-Ля-Ривьер, вот это нижнее жерелье, и там еще передник такой в погребении есть, из клыков благородного оленя. А клыки у оленей бывают очень редко, во-первых, а во-вторых, в то время они на этой территории не водились, а они водились на 200 километров южнее, в Пиренеях. То есть получается, что какой-то товарищ мотался там на 200 километров куда-то, или, по крайней мере, приобщался с другими охотниками, которые где-то там далеко были, ну вот, в каких-то там немеренных масштабах все это делал, сами они на этой территории охотились на северных оленей, да, но вот он сделал украшение из клыков благородных оленей, то есть это супердефицитная штука. Вот, и что характерно, вот тот самый передник оказался в погребении в итоге женщины. То есть я, что не она бегала за этими оленями, вот, а там еще на этих клыках значочки есть, они там обозначены, каждый индивидуально, вот эта эстетическая штука имела ценность и оказалась у другого человека. то есть получается, что кто-то эту женщину очень любил, и ей преподнес вот такой чудесный подарок в виде этого самого передника из клыков благородного оленя. Ну, хотите кого-то удивить на 8 марта, пользуйтесь лайфхаком с древностью 16 тысяч лет назад. Эффект точно гарантирован. Ну, и, соответственно, есть, вот, с момента появления сапиенсов появляются уже украшения, как самоцель и прям-таки украшенные там одежды. Ну, чудесный вариант украшения одежды ребенка из погребения в Мадлении раковинами, ну, и таких полным-полно. Ну, апофеозом даже является, наверное, погребение детишек в Сунгире и взрослого мужика, где из бивня мамонта там куча-куча украшений, там 7 тысяч украшений на одном человеке, ну, там, не на трех людях 7 тысяч, ну, на одном, посчитайте. Ну, то есть, вот уже, как бы, изменить и человек без украшений становится уже вроде как и не совсем человек. То есть, он уже какой-то вот и неполноценный, если он не модифицирован вот этими внешними как бы побрякушками. Ну, и опять же, если посмотреть на вас здесь сидящих, тоже что-то где-то на вас блестит. Какие-то вот эти необычности, финтифлюшечки, да, там у кого-то в ушах, у кого-то, можете, в носу, и там в разных других местах, ну, и там какие-нибудь надписи, да, ну, здесь еще она такая не сильно яркая, может быть, вот, а у кого-то там и картиночки всякие нарисованы, вот, ну, и тоже там яркий цвет, какой-нибудь там необычный звук, ну, если там про музыку речь уже, и так далее, и так далее. Ну, в таком масштабном варианте это преобразуется в наскальную живопись, которая присуща, в общем-то, по сути, только сапиенсам, но есть намеки, что, может быть, была и до этого. Не так давно огромной сенсацией прозвучала публикация наскальной живописи вроде бы неандертальцев из трех испанских пещер с древностью до 67 тысяч лет назад, но, к сожалению, при передатировании оказалось, что датировки там не такие большие, вот, в Мальтервейсе первая публикация 66,7 тысяч лет назад, а по новой максимуму там 55, и то это там предельный возраст, а скорее всего гораздо меньше, там 15 или около того. И это печально на самом деле, вот, но с другой стороны закономерно. У нас 150 лет исследований всей этой наскальной живописи ни разу не показали наскальной живописи древнее 40 тысяч лет в Европе, по крайней мере. Ну, в последнее время на Сулавесии и на Калимонтане нашлись рисунки с древностью там до 45 тысяч лет, вот, но это тоже сапиенсы в любом случае. И, ну, если вот мы столько не находили, не находили, то вероятность, что мы все-таки найдем неандертальскую живопись, она, конечно, исчезающая мала. Ну, так что здесь вначале была сенсация, потом она обломалась. Поэтому, если вы где-то увидите, что там ученые нашли наскальную живопись неандертальцев, это еще как бы старые пересказы неправильных датировок. Вот, это я так специально подчеркиваю, потому что это периодически звучит. Вот, но зато сапиенсы потом стали это изображать. И причем эти изображения поначалу, скорее всего, имели целью самовыражения. По крайней мере, сплошь и рядом эти изображения сделаны в каких-то жутко неудобных местах. Вот, и в Шавеи, и в Леско, и там в какой-нибудь Альтамире. Это нарисовано в таких каких-то дырках подземных, куда там не вдруг залезешь. Ну, в Леско, например, это такой длинный какой-то извилистый кривой ход, который еще к тому же отложениями был заполнен, и там огромные картинки, но исходно их можно было увидеть лежа просто на спине, вот полуметровый этот ход по толщине, да, то есть вот на таком расстоянии, это вытянутые руки, и это явно не для того, чтобы это просто вот кто-то ходил, как в картинной галерее разглядывал, а это именно что-то самовыражение. Вот, но оно действовало все-таки на других людей, потому что когда спустя там сколько-то тысяч лет какой-то другой персонаж туда в эту дырку залезал, он видел, что уже что-то нарисовано, впечатлялся, и думал, ёлки, а я чуть-чуть хуже, что ли, да, я тоже как бы здесь был в Асе, вот, и тоже добавлял. Вот в Шаве там замечательные исследования проведены, поскольку там не так давно эту пещеру откопали, ну, ее нашли довольно целенаправленно, а с другой стороны немножко и случайно, и там эти картинки сохранились идеально, то есть они прямо вот как только свеженькие нарисованные, и что приятно, поверх этих картинок есть много слоев кальцитовых натеков, их можно продатировать, и это вот сейчас делается, ну, и в данный момент тоже кто-то там ползает по этой пещере, наверное, вот, но в итоге оказалось, что мы можем вначале видеть вот такое здоровенное панно, где там десятки изображений, а когда мы начинаем датировать, оказывается, что они все в разное время нарисованы на самом деле, вот, ну, может не все абсолютно, да, но большинство, вот, и разброс между от одного и другого может быть там 20 тысяч лет, то есть пришел человек, нарисовал там какого-нибудь бизона, потом пришел другой, тоже нарисовал бизона, но он первого вообще не знал, то есть прошли там тысячи лет, то есть это как от нас там до вот этого же каменного века фактическое расстояние, и тем не менее это уже такая преемственность как бы поколений получается, то есть люди меняют окружающую действительность и создают эту окружающую действительность и влияют на разум людей, живущих за тысячи лет после них, вот, а, соответственно, ныне живущие люди, да, понимают, что до них тоже были какие-то предки, которые мыслили примерно так же, вот, и это объединяющая такая сила получается, чудесная, вот, а иногда на этих рисунках уже видно и какой-то более высокий уровень мышления, ну, вот здесь я эту лошадку не просто так ставил, а потому что тут есть вот какие-то геометрические знаки, которые уже отражение не просто реальности, да, такой бытовой действительности, а уже какие-то символы, то есть когда рисуется значок, который для рисующего что-то значит, ну, и в верхнем палеолите там довольно большой набор таких знаков, но они, строго говоря, обычно индивидуальны, но иногда довольно повторяются, там какой-нибудь знак ключа такой известный, он во многих пещерах повторяется во французских, вот, это, конечно, не письменность, вот, но тем не менее это уже символическое поведение высшего порядка, когда человек рисует какую-то закорючку и что-то при этом имеет в виду, не связанное с формой самой закорючки на самом деле, ну, расшифровать это, естественно, невозможно, потому что что у него там в голове было в этот момент вообще непонятно, но тем не менее из этого потом возникает и настоящая письменность, ну, она там два раза, там, три раза, четыре возникла на планете, но предпосылки к этому были уже десятки тысяч лет назад на самом деле, потому что уровень развития мозга к этому был пригоден, в более древние времена, видимо, такого особо-то и не было, ну вот, а здесь появляется, вот, и сами эти знаки иногда довольно заковыристые, какие-то такие своеобразные, ну, это в духе, как Карлсон, например, когда он там нарисовал красную точку на листе бумаги и сказал, что это он изобразил петуха, то есть для него вот красная точка была изображением петуха, и вот здесь что-то из этой же серии, вот, но, однако же, 90 все-таки процентов этих изображений это вполне конкретные вещи, то есть что вижу, то пою, и даже если посчитать процент изображений разных зверюшек, оно отражает процент охотничьей добычи, то есть если главная охотничья добыча лошади, вот там будут сплошные лошади, северные олени, одни северные олени, там бизоны, бизоны, а скажем, каких-нибудь мамонтов и носорогов рисовали реально редко, то есть они там в двух-трех пещерах есть, ну, здесь целая толпа этих носорогов, ну, так это один человек пришел и нарисовал сразу целое стадо, ну, и с мамонтами та же самая история, они редко, потому что на них мало охотились, но он большой и страшный, вот, а лошади, да, они такие пузатенькие, причем тут же тоже изображение иногда супер реалистичное, иногда оно явно, ну, так сакцентировано на то, что человека интересовало, то есть его интересовали там окорочка, ну, рисовал окорочка, вот, а голова лошадиная, ну, кому она нужна, как бы, да, ну, лошадь без головы не бывает, поэтому какую-то он там нарисовал, ну, как-то так, ну, ее нафиг, а пузико, да-да, оно же вкусное, вот, так что большей частью все-таки они были практики, и что вижу, то пою, да, но уже вот какие-то идеи возникали, ну, и один из вариантов такого творческого подхода, это музыка, потому что как визуальная составляющая, да, когда что-то нестандартное, отличающееся от действительности, привлекает наше внимание, так и звуки могут быть необычные, в принципе, предпосылки такого бывают и у животных, ну, те же самые птички уже поминались, да, они тоже поют и тоже красиво, более того, кстати, у птичек очень прикольно, есть же три основных варианта, как они поют, есть вариант, когда они поют строго запрограммированно, ну, допустим, кукушка какая-нибудь, или петух, да, то есть если растить в изоляции, ну, кукушка по определению, как бы без родителей живет, вот, а цыпленка, если там в инкубаторе вывести, он будет кукарекать, если он петух, да, и кукушка, она вот куку свое будет выдавать, но, как правило, там эта песня небогатая, мягко говоря, такая вот программируемая, есть второй вариант, когда у птички есть врожденная некая, как бы матрица песенки, такая простенькая тоже там а-ля куку, а если этот самец, ну, там, как правило, самцы все же поют, слышит песни других самцов, он модифицирует вот эту исходную матрицу, ну, в какие-то там варианты, и самый продвинутый вариант, третий, это когда врожденного нету ничего, ну, там у канареек, по-моему, такое, когда, если ее растить в изоляции, она будет молчать, ну, или там у соловьев, по-моему, то же самое, а если, соответственно, она слышит, эта птичка других птичек, то учится и учится фактически с нуля, и там получаются уже индивидуальные песни, там, сонаты, и там диалекты характерные для какой-то территории, и вот у человека как раз такой вариант, как у соловьев, вот, и главная идея такая, что это нестандартные звуки, как правило, ритмические, вот, которых в природе не бывает, и на таких частотах, которые в природе тоже не бывают никогда, то есть внимание привлекается чем-то нестандартным, необычным, ну, и звук какой-то по громкости, да, там, по всяким показателям другой. Самый древний такой музыкальный пример, это дудочка из Кёли Фелс в Германии, сделанная из птичьей кости с дырдочками, которая, кстати, функциональная, и на оригинале, по-моему, кто-то свистел, ну, ее там в перчатках в основном берут, там, не уверен, что на оригинале свистели, но делали копию, по крайней мере, и она вполне работоспособная, а это датировка 35-40 тысяч лет назад, а в чуть более позднее время такого уже полно, причем сплошь и рядом, они с разметкой, тут если присмотреться, там есть насечечки, которые чуть ли там не какие-то ноты отмечают, ну, то есть они с умом все это делали, и таких дудочек десятки уже, ну, вот в Истурице, там 20 штук найдено в одном этом Истурице, ну, Истурица вообще шикарная пещера, там миллион всего, ну, и всякие там свистки из лошадиных фаланг, гуделки, ну, которые одновременно же могут быть и копьеметалки, и, как бы, дощечка для выжигания огня, вот, ну, а если на веревочку привязать, и над головой вертеть, то получается прикольный такой звук, там, вумера, у австралийских аберриканов называется, такой, ну, он такой загадочный, получается прикольный, если кто-то смотрел фильм Крокодил Данди, по-моему, во втором фильме, он там гудел где-то в начале фильма, вот, ну, если кто не смотрел, посмотрите срочно, соответственно, иногда это какие-то прикольные, такие не очень стандартные штуки, в Маздозиле, у них был выпрямитель копий, он сломался, они не растерялись, на краю этого выпрямителя нарубали насечек, ну, если палочкой, скажем, вводить за сперед, получается такой тры-рым-тры-рым, прикольный такой шуршащий, сухой звук, очень классный, ну, и подобные есть всякие там браслеты из бивня мамонта, из черепашьих панцирей, там, еще угодно, то есть навалом всякого добра, но, что характерно, подобные музыкальные штуковины обнаруживаются уже только у сапиенсов, то есть у неандертальцев у нас нету ни одного примера музыкальных инструментов достоверного, ну, и более древних и подавно, единственное неандертальское типо флейты при ближайшем рассмотрении оказалось костью медвежонка пещерного, погрызенного гиеной, и неандертальцы были не в курсе, гиена была не в курсе, вот, более того, эта кость найдена вообще в арене акциях слоя, которая к неандертальцам вообще отношения не имеет, вот, но, тем не менее, была из Диви Баби в Словении очень широко разрекламированная, и теперь все знают, что неандертальцы играли на флейтах, вот, и в фильмах, и в комиксах, и там, в книжках детских, там, где угодно, неандертальцы ходят вот с такими вот флейтами и дудят там от души, вот, а на самом деле, это 5-сантиметровая вот такая косточка с двумя дырочками, вот, погрызенная гиеной, вот, так что, неандертальцы, неандертальцы примеров нет, вот, тем не менее, может быть, предпосылки-то были сильно раньше, например, шимпанзе, да и не только шимпанзе, там, не знаю, кошки с собаками, да, реагируют на некие, там, необычные, опять же, звуки, там, на музыку, но сами они этого все-таки не делают, шимпанзе иногда что-то подобное могут творить, так давно, пару лет назад было опубликовано вот такое исследование, где наблюдением скрытыми камерами было зафиксировано, когда шимпанзе в лесу, значит, в какой-то момент, даже будучи иногда в одиночестве, без других шимпанзе рядом, возбуждаются, у них шерсть поднимается, они, значит, так начинают прыгать и дергаться, хватают булыжник здоровенный и с размаху фигачат в дупло, ну, там деревья с такими дуплами внизу, вот, и с размаху туда его дубасят, а поскольку дерево пустое внутри, получается такой барабанный звук, довольно гулкий, вот, шимпанзе громко при этом орут, еще как бы добавляя радости, вот, потом успокаиваются и сваливают, вот, но это опять же нефункциональное, неутилитарное поведение, и поэтому, в общем-то, это творчество, но даже, в принципе, журналисты это назвали там ритуалом, религией там и так далее, но религия подразумевает все-таки какое-то общение и какую-то мораль, и какие-то наставительность, какую-то назидательность, у шимпанзе этого ничего нет, вот, но тут вопрос как бы, что это такое, непонятное, шимпанзе не спросишь, как бы, да, что вообще творишь, и предполагается, что их привлекает вот этот голкий звук, который при этом раздается, ну, а судя по количеству камней, которые в этих дуплах, они этим занимаются регулярно, там уже так хорошо иногда забито, но вообще непонятно, то есть у шимпанзе что-то подобное бывает, но в археологическом виде мы такое, конечно, не найдем, то есть если мы найдем просто кучу камней, да, которая там была в этом дупле, ну, мы никогда в жизни не догадаемся, что это было дупло, и как они там кидали, ну, а первые наверняка подобные штуки были сделаны из какого-нибудь там тростника, деревяшек, что-то такого, ну, там палкой какой-нибудь стучать там по пеньку, в принципе можно, ну, вот, и может быть какие-то пятикантропы такое и делали, но мы доказать этого не можем, ну, никак вообще, а вот с того момента, когда они стали это изготавливать хотя бы из костей, там, и чего-то подобного, там, из бивня мамонта, причем, кстати, с самого начала они по-разному вот эти дудочки, например, делали, ну, вот, там есть несколько технологий совершенно различных, вот, мы это и фиксируем, да, ну, и приятно и радостно, что все это укладывается во время существования сапиенсов, вот, и такое высшее проявление творчества, это уже творчество прямо-таки нашего вида, люди разумные, ну, и с некоторого момента люди стали обращать внимание больше именно, что на других людей, то есть, конечно, вот эти все прикольные камушки, там, всякие зверюшки, да, это все классно, вот, но другой человек, он все-таки привлекает больше внимания, и, как ни странно, древнейший пример подобного творчества относится ко времен еще аж на австралопитеков, то есть мы снова прыгаем далеко-далеко назад в прошлое, в пещере Макапангат в Южной Африке, нашелся вот такой булыжник, но он не сильно большой, где-то с ладошкой размером, даже поменьше, там, 5 сантиметров длиной, из красной гальки, с такими вот выбоинками, похожими на рожицу, кстати, на обратной стороне там тоже похоже, но там с более низким лбом как бы, и самое-то классное, что галька такой породы обнаруживается за 32, ну, максимум, минимум, вернее, за 5 километров от этой пещеры Макапангат, а пещера, она так на возвышении находится в склоне, то есть сама галька туда прикатиться никак бы не смогла, это как бы не колобок окаменевший, вот, а стало быть, какой-то австралопитек, а это точно австралопитек, потому что там кости есть, там кости австралопитеков, примерно 3 миллиона лет назад, может чуть поменьше, где-то шляясь там по окрестностям, на берегу речки нашел эту самую гальку, удивился, ну, сказать прикольно он еще не мог, потому что они еще не говорили, хотя, кстати говоря, именно в Макапангате есть единственный австралопитек с шаловидным отроском, который вот о речи говорит, ну, может быть что-то он такое буртнул прикольное, вот, и ему не влом было, от 5 до 30 километров это дело таранить, вот, и где-то уже там выкинул в это пещере, то есть это точно принесенное человеком, потому что никакой зверь, понятно, этот булыжник не потащит, ну, вот, и цвет нестандартный, и вот это вот рожица, скорее всего, были определяющие для этого, потому что других монумбортов там нету, вот, а такое есть, и по сути это говорит о том, что этот самый австралопитек прошел зеркальный тест, а зеркальный тест это проверка на интеллект для зверюшек, когда она себя узнает в зеркало, кстати, даже не все люди себя узнают, вот, ну, если вот у вас дома, допустим, есть какое-нибудь большое зеркало, и там где-нибудь вечером, там, или ночью вы там к холодильнику устремитесь, допустим, да, то иногда как бы бывает, что так, кто здесь, вот, хотя казалось бы всем известно, где зеркало и кто сам, вот, но, и даже без всяких там ночей и холодильников, да, и то, люди иногда как бы себя не узнают, если они не знают, что такое зеркало, ну, можете посмотреть, там, погуглить, там, какие-нибудь первые контакты с папуасами, допустим, на Новой Гвинее, ну, где такие конкретно дикие папуасы, там, вылезают из леса, им показываются какие-то чудеса цивилизации, там, спички, все дела, и там зеркальцы, они там шарахаются, ну, первая реакция, она прям такая вот испуг, вот, посмотрите, такие видео есть, и, ну, когда человек никогда в жизни не видал, вот, животные далеко не все такое способны осознать себя в зеркале, собаки более-менее себя опознают, там, вороны из птиц, например, там, попугаи более-менее, и то далеко не всегда и не сразу, вот, ну, обезьяны, само собой, там, всякие гориллы, шимпанзе, вот, хотя тоже далеко не сразу и не вдруг, слоны, кстати говоря, но слонам нужно зеркало приличного размера, долгое время, кстати, читалось, что они не проходят, потому что зеркало маленькое давали, он, как бы, не видит себя, но потом оказалось, что опознают, там, дельфины, ну, и как бы и все, кошки очень редко, вот, хотя тоже ходит по интернету видюшка прикольная, где там кошка обнаружила, что у нее есть ушки, где она там высовывается из-за какого-то там этого стола, что ли, вот, смотрит в зеркало и так трогает себе ухо, вот, ну, и вот этот способ как раз узнать, узнала или не узнала, допустим, взять, то есть там воронье на лоб, краску намазать, вот, если она пытается там стереть это себе, ну, воронье трудно это будет сделать, ну, зверюшкам проще, допустим, лапкой, да, то, значит, узнала, ну, там, на крыле пятнышко, чтобы она щечать начала, вот, и если она опознает себя, вот, она с собой что-то будет делать, а не с тем, а если не опознает, будет там скалиться, рычать там и так далее, вот, ну, опять же, и животные, и люди регулярно так реагируют, и вот австралопитек, судя по всему, этот зеркальный тест таки прошел, ну, опять же, он не себя увидел, да, но тем не менее лицо увидел, и в последующие времена, такое периодически бывало, ну, два суперизвестных примера, из Тантана в Марокко, из Берихатрама в Израиле, где природной формы дикие камни, ну, случайно похожие на человечка, были приволочены, опять же, и немножко даже подправлены, тут уже разница в том, что здесь оно просто дикое, а здесь чуток они подправили, и даже, видимо, на веревочку подвешивали, чтобы оно где-то висело, там, может, на человеке или на палке, там, вопрос, но тем не менее, вот, это уже как бы типа и фигурка, вот, и подобное отношение к природным объектам, оно и до сих пор никуда не делось, ну, мне гарантированно раз в неделю кто-то во Вконтактике присылает, там, я нашел, там, древнее, там, орудие, статуэтку, еще что-то такое, вот, там, окаменевшие, там, не знаю, мозги, окаменевшие пальцы, там, всякую такую дребедень, ну, когда природный объект, похожий на что-то, человек искренне принимает за что-то такое, да, там, известные, там, оденцовские окаменевшие мозги, вот такого размера булыжники, которые, вот, даже ученые искренне считали, что, может быть, это мозги человека ископаемые, хотя, ну, размер-то вот такой уже должен насторожить, вот, но, тем не менее, вот статья была, и даже две на эту тему, и это как бы нормально, вот, поэтому если вы что-то такое найдете, и вам покажется, что оно вот похоже на что-то, это нормальная реакция, и это проявление высшего интеллекта, между прочим, вот, ну, а в некоторый момент люди начинают уже искусственно это делать, причем, что здорово из самых разных материалов, там, из бивня мамонта, из обожженной уже даже глины, там, из камней цветных, там, и много чего еще, ну, и нет сомнения, что это делалось, там, соломы деревяшки, и там всего прочего, ну, что не сохраняется, но это мы найти не можем, ну, вот, а из долговечных материалов можем, но, такое целенаправленное изготовление человеческих фигурок, оно типично только, опять же, для сапиенсов, то есть у неандертальцев у нас такого нет, ну, вот эти две штуки, да, вот они, собственно, единственные-то и есть такие нормальные, ну, еще есть там спорные, таких, наверное, количество, но они сильно спорные, а так, чтобы вот точно сделали фигурку руками, да, с нуля, из чего-то совершенно не похожего на человека, это только сапиенсы, причем показательно, что часто они не то чтобы очень реалистичные, вот, а это уже тоже признак большого интеллекта, то есть одно дело, когда что вижу, то пою, а другое дело, когда пропорции как-то искажаются, преображаются, и делается акцент на чем-то, а на чем-то не делается, ну, характерно, что сплошь и рядом это изображение женских фигурок, мужские тоже есть, но гораздо реже, вот, и часто голова как-то не особо отображена, вот, иногда ее вообще нет, вот, там наверху то, что похоже на голову, это не голова, это петелька, чтобы подвешивать на самом деле, вот, иногда эта голова вроде бы есть, но она такая чисто схематичная, чтобы было, и там без каких-то опознательных знаков, вот, если какие-то детали есть, то сплошь и рядом это изображение, то ли прически, то ли шапочки, это гораздо важнее, чем лицо, вот, и очень редко бывает лицо, ну, вот, брасимпуи, это, конечно, рекорд, тут вообще шедевр абсолютный, но, правда, с брасимпуи есть некоторое сомнение, это старая находка, есть предположение, что это подделка уже 19 века, то есть, может быть, это просто какой-то там умелец, уже вырезал, чтобы продать, вот, но неизвестно, честно говоря, но есть и другие с лицами, на самом деле, не только из брасимпуи, но такое тоже делалось, вот, кстати, есть даже такая гипотеза, что на самом деле, это и женщины-то и делали, и что это вообще-то автопортреты, ну, по крайней мере, в каком-то проценте, там, есть разные мысли на эту тему, как бы, точно никто не знает, и более того, скорее всего, в разные времена это делалось по-разному, что-то делали мужчины, что-то женщины, что-то там с ритуальными целями, что-то просто так, по приколу, ну, от каких-то там духоохранителей, там матери-природительницы, там вариантов хватает, потому что разброс по датировкам, да, там от 35 тысяч лет до современности, на самом деле, вот, то есть тут ясно, что эти люди между собой практически не были незнакомы, не общались, и они сделаны очень сильно по-разному, но сама идея, как бы, тут важна, то есть люди дошли до такого уровня, что стали делать себя, из неодушевленных материалов, ну, а это же как бы отражение своих мыслей, в материале, вот, и, скорее всего, тут изображались вполне конкретные люди, то есть, ну, где-то, может быть, это и какая-нибудь там абстрактная богиня плодородия, вот, но учитывая, что это каменный век, скорее всего, это вполне конкретные личности, вот, даже недавно было такое дивное исследование, где посчитали пропорции этих статуэток для разных эпох, ну, благо, статуэток много уже найдено, вот, и получилось, что пропорции статуэток как-то там хитро коррелируют с климатом, вот, то есть, когда там жизнь становилась там вроде бы тяжелее, они как-то пухлее становились, это татуэтки, вот, когда вроде жизнь попроще, они как-то постройнее, вот, ну, это можно сильно по-разному интерпретировать, честно говоря, вот, и там корреляция так, прямо скажем, невелика, но что-то в этом прикольное есть, то есть, по крайней мере, повод для раздумий, ну, и, наконец, вот этот самый эстетический подход повлиял на самих людей, то есть, вот тот половой отбор, с которого мы начали, с птичками, да, и там рыбками, он ведь и на людей тоже распространяется, и люди женятся, выходят замуж, как правило, не просто на первом попавшемся, ну, это зависит от того, кто в распоряжении есть, как бы, в доступности, но обычно, если есть хоть какой-то выбор, то этот выбор таки осуществляется, вот, и половой отбор на нас тоже влиял, и влиял, в общем-то, в лучшую сторону, потому что, если посмотреть на рожи древнейших всяких этих пятикантропов, да, ну, они объективно страшные, там, огромные надброви, здоровенные челюсти, какие-то эти страшные носы, покляпы, вот, а дальше все это становится, ну, как-то все благообразнее, благообразнее, и уже неандертальцы, уже как-то вроде ничего, да, а кроманьонцы, так вообще красавцы, вот, и здорово, что довольно большой рывок, вот, в этом благообразии, совершился между, условно, людьми гильдебердскими, ну, или там, родезиенсисами, там, неважно, как их называть, то есть, это все те же, там, 300-400 тысяч лет, до сапиенсов, где-то вот между этими, там, 300-ми и 50 тысячами лет назад, ну, вот, то есть, это то время, когда возникает наш вид, ну, почему мы их определяем как наш вид, что они от нас уже неотличимы, вот, и это время, когда коллективы вырастают, что мы наблюдаем в виде увеличения вот тех самых украшений, о которых я говорил, вот, то есть, увеличение количества украшений говорит о том, что они контачили с отличающимися людьми, и стало быть, у них появлялся выбор, на ком там жениться и выходить замуж, между прочим, мы это видим еще и по полеопатологиям, то есть, например, у неандертальцев сплошь и рядом патологии скелетные из-за близкоростного скрещивания, то есть, видно, что выбора-то у них не было, и там по метхондриальной ДНК тоже видно, что они там все женились и уходили замуж за там братьев и сестер, вот, а у кроманьонцев тоже такое есть на самом деле, и довольно-таки регулярно, но сплошь и рядом бывает, когда у нас в одном могильнике, там, скажем, три скелета, ну, вот и в Сунгире, и там, в Дольних Вестойницах, и там еще где-нибудь, там, в Джо Кудяне, в Верхней Пещере, но они как бы вот рядышком лежат, а они все при этом разные, то есть, это говорит о том, что они выходили замуж и женились на ком-то максимально отличающемся от себя, чтобы избежать вот этого самого бескоростного скрещивания, а если вы регулярно контактите с кем-то сильно отличающимся, во-первых, вам надо украшаться, чтобы себя преподнести, а во-вторых, появляется вот тот самый выбор, и вот этот полуэтажный, отбор, он тоже в разные стороны может работать, то есть, если для пятикантропов, там тоже он без сомнения работал, но важно было именно вот брутальность, то есть, чем круче этот самец, тем лучше, потому что он сможет защитить за потомство, а для кроманьонцев, вот эта супер брутальность уже не очень адекватна, потому что если он такой страшный, массивный, у него там явно мужские полугормоны булькают, так он может этих детей поубивает, расстроится по какой-нибудь причине, и там, эх, не запинает их нафиг, вот это нехорошо, вот, а если он благообразный, может быть он заодно еще как бы и добрый, ну, потому что это все через гормон, на самом деле определяется как бы одно с другим, ну, не то, что жестко связано, но на масштабах тысяч лет, и как бы там огромной численности срабатывает, вот, и стало быть, он будет заботливый, ну, и жену он бить не будет, тоже как бы, да, если он там не сильно брутальный, ну, так может быть она меньше получать будет, это вот то, что Будовская для этих дотогов в Восточной Африке наблюдала, ну, там вполне как бы они это прямым текстом говорили, эти женщины дотогские, что они предпочитают, ну, насколько у них есть выбор вообще, да, маленьких мужей, потому что они бить будут слабее, эти маленькие мужья, а большой муж он и бить будет как бы от души, вот, поэтому, а у них есть такая вот народная дотогская традиция биджон, вот, не делайте так, вот, но, соответственно, дотоги грациализуются, вот, по факту, и это современность, да, 20-й век, 21-й, а в древности примерно то же самое, и, соответственно, они грациализовались, тем более, что техническое оснащение растет, появляются всякие там копиметалки, копия там, все дела, там, луки в какой-то момент, и не обязательно быть прям таким физически каким-то уж сильно там мощным, брутальным, потому что можно быть просто умным, и ум приобретает большее значение и поведение, вот, ну и, соответственно, и лицо, и интеллект меняются и доходят до современного вида, вот, и это тоже эстетика на самом деле, и чисто внешняя, да, и психическая, вот, ну, причем тут скорее именно выбор женщин как бы играл большую роль, потому что половой отбор-то он в такую сторону работает, то есть обычно женщины, ну, животных самки, соответственно, отбирают самцов, а не наоборот, вот, ну, может быть, и так и эдак на самом деле, и мы становимся все краше и краше, и хочется верить, что у нас это будет продолжаться и дальше, и в каком-то отдаленном будущем мы станем совсем уже эльфами, вот, но для этого надо еще поработать, поэтому занимайтесь творчеством, любите прекрасное, становитесь прекрасными, если еще не дошли до кондиции, вот, и тогда будущее будет еще намного лучше. Спасибо за внимание. Аплодисменты, переходящие в овации. Ну, я предлагаю довести наших зрителей до кондиции, потому что мы переходим к сессии вопросов-ответов, поднимайте руку, мы будем подходить к вам с микрофоном, и тогда… Тут уже есть вопрос, Никит. Спасибо большое за лекцию. Я хотела спросить такой вопрос. Вот в интернете есть всякие видео, где рисуют, например, слоны. Они там хоботом какие-то картины изображают. Это вообще может быть как-то осмысленно, или это просто как, ну, возюканье, это творчество или нет? Про слонов конкретно я не скажу, я со слонами не общался. Вот, я слышал две версии. Одну, что слоны реально настолько умные, что способны, а другое, то, что вот эти вот картинки слонов, это результат очень тщательной дрессировки, причем довольно жесткой. Когда эти тайцы там их бьют палками, заставляют рисовать вот так, а не как иначе. Так что, ну, слона можно выдрессировать, но тогда это не интеллект, да, а может быть он и вправду такой умный и сам делает. Но вот про слонов не буду врать, не знаю. Вообще, в принципе, я допускаю, что они способны, почему бы и нет, собственно. Так, был вопрос вот где-то в середине зала, я видел, да, вот рука. Сейчас вам подадут микрофон. Здравствуйте. У меня вопрос не совсем про эволюцию, про науку, про развитие. То есть раньше учились 5-6 лет, сейчас учатся 4 года. Студенты, соответственно, первое время собирают свои кирпичики, и, соответственно, у них возникают вопросы. То есть у меня студент просто есть, да, зачем биологу математика, зачем биологу физика и прочее, прочее, прочее. Когда наука начинается, и какие перспективы сейчас, в принципе, у молодых студентов? Ну, перспективы зависят от самого студента в значительной степени. То есть если студент нормальный, адекватный, кем он станет, зависит от него. Если он ждет, что ему кто-то сверху вложит что-то и сделает из него, ну, ничего не будет. На тему того, какие там предметы, действительно, я бы процентов 30 бы предметов убрал. Когда мы были студентами, мы прямо писали, что вот нам такие предметы плохо преподаются, уберите их. А нам убирали. Это работает, и так можно делать, на самом деле, потому что большого студента как-то не делают так. И зависит, конечно, от преподавания. То есть та же математика, она без сомнения нужна, или там статистика, допустим. Вот у антропологов вообще вся работа сплошная статистика. Но у нас, например, было два разных курса. Математические методы биологии такой общий, как бы биофаковский, и статистика именно внутри кафедры специальная. И они про одно и то же, но преподавались по-разному. Поэтому вот это ММБ, ее кроме как могилой молодого биолога никто не называл, и как бы это просто смерть всему. Совершенно бесполезная вещь. А спецкурс по статистике, это прямо мега важное, хотя это строго про одно и то же было. Но просто разные люди преподавали разным способом, и одно оказалось мусором, и просто тратой времени, а другое мега полезным. Вот как бы у меня вся кандидатская на этом построена. Так что тут зависит от того, как преподается, и как сам студент к этому относится. Такой вопрос про музыку. Существуют различные интервалы в музыке, консонанса, диссонансы, которые одни нравятся, другие нет. Когда это все появилось, когда нам начали нравиться какие-то определенные звуки, и другие не нравятся? Объясните, пожалуйста. Вот этого я не знаю, потому что у меня, во-первых, у самого музыкального образования просто там скорее отрицательное, чем нулевое. И вот эти ваши слова, там, консонансы, диссонансы, я еще воспроизвести сейчас могу, да, поскольку только что слышал. А через 10 минут я уже не повторю даже. Поэтому без понятия. И самая печаль, что у нас никаких данных про это нет. То есть либо мы можем изучать там песни-пляски всяких диких народов, но это не про каменный век, это современные люди. И они тоже эволюционировали все эти тысячи лет. И музыка каких-нибудь австралийских аборигенов, это наверняка не то же самое, что было там при временах мамонтов. А как они там звучало в каменные времена? Ну, на дудочке мы можем что-то там насвистеть, но так ли они свистели на этой дудочке, и что там еще было параллельно, честно говоря, без понятия. То есть есть попытки это реконструировать, но я вот слабо, честно говоря, верю, ну и я просто в этом не разбираюсь, так что врать не стану. Вопрос такой. На примере различных живых организмов, будь то рыбки, птички, мы видим, что они осуществляют определенную деятельность для привлечения внимания противоположного пола. Насколько этот тезис верен для людей 21-го уже века? Все то же самое, какая разница? То есть какой-нибудь у Маркова про это есть чудесный пассаж, про птичку-шалашника прочитайте. Ну вот, может быть, вы читали, что с точки зрения птички-шалашника он тоже, ну если бы он мог говорить, мог бы сказать, я занимаюсь творчеством, да, то есть если его посадить вообще там самки не будет, он все равно будет строить шалаш. И тоже я творю, потому что я творю, и мне там не важно там все эти утилитарные там вещи. Но на самом деле мы знаем, что он этим повышает вероятность передачи своих генов в следующее поколение. И современный художник тоже. То есть можно пойти, я не знаю, колхозником, да, и там на тракторе ездить по полям, и там какую-нибудь сену собирать. А можно в театре играть, как они там играют. И иметь больше, как бы, выход и успех. Ну и, естественно, они вот халявят, играют в театре, а колхозникам мало кто хочет. Так что смысл ровно тот же самый. И ничем не отличается. Станислав, в продолжении вот этого вопроса хотелось бы вот о чем спросить. Посмотришь на природу, и прямо душа радуется. Значит, распушился голубь, и вокруг это невзрачные самочки, прямо вот так вот круги и наматывает. А в человеческом обществе, вот видишь, девчонки уже чего только не понаделали, да? А пацаны так, ну, некоторые стараются чего-то там в барбершоп сходить, а другие не сильно. И даже, может, и не сильно в университеты хотят поступать, а лучше на машине какой-нибудь поедут крутой. И чего же так грустно-то получается? То есть неужели уж самок совсем мало у голубей? Ну, можно списать на то, что женщин гораздо больше, чем мужчины, поэтому уж приходится выпендриваться, как уж на голове стоять ходить, да? На йоге растягиваться. Вот. Или же в чем-то закономерность другая. Почему голуби-то вот правильно все делают, да? Пацаны там творческие, а девчонки серенькие и убогие. Вот. И пусть за них бьются. А у нас-то вот что-то все наоборот. Вот. Спасибо. Ну, у людей... У людей на самом деле все равно то же самое, только у людей все это определяется не сугубо биологией, а все-таки еще и культурой. Если посмотреть по разным культурам, там закономерность очень показательная. Потому что если эти люди какие-то достаточно простые и близкие к природе, ну, те же там папуасы, да, или хотя бы средневековые жители, там тоже будут самцы расфуфыренные, с косточками в носу, обесанные бусами, там с какими-то палетами золотыми, там все такое. А самочки все будут серенькие, ни о чем. Вот. Ну, посмотрите там фотографии папуасов на Ной Гвинеи. Мужики там все вот такие вот с перьями, и там краской намазаны густо, да, а женщины вообще какие-то ни о чем стоят. Вот. И тоже мужики будут там выплясать все как надо, как голубер сфуфыренные. Вот. Соответственно, слом произошел во времена производительного хозяйства, такого промышленного, то есть уже там 19 век фактически, когда промышленная революция, вот. И мужчины начинают работать на фабриках, и они вкладывают в потомство гораздо больше энергетических вклад, чем женщины. А женщины, они уже более-менее обеспечены вот этой всей цивилизацией, и там какие-то детские сны даже появляются понемножку, да, и они как бы гораздо меньше энергии тратят на потомство. А тут же главный показатель это затраты на потомство. То есть тот, кто тратится больше, тот никому ничего доказывать не должен. Кто тратится меньше, должен прыгать расфуфыренный. Соответственно, в тот момент, когда мужики начинают очень сильно напрягаться на фабриках, заводах, то женщины начинают расфуфыриваться, и начинаются там все эти манисты, там, кокошники и все дела, которые мы сейчас вот за этнографию как бы, да, считаем. Ну, а это недавнее достижение. Вот так, кстати говоря, у высших слоев так называемых, да, вот этих элиты всякой, там по-прежнему мужики с эпалетами, с золочеными пуговицами, потому что они-то не пашут на фабриках, заводах. И поэтому там мужики по-прежнему там с этими завитыми усами, там и все дела. Вот, но приходит 20 век, 21 даже, и появляется какое-никакое равноправие, и женщины тоже начинают зарабатывать, и мужики начинают халявить, потому что цивилизация уже есть, да, вот, и вдруг неожиданно появляется мужская мода. Вот, опять же, женщины, ну, они рожают-то по-прежнему, да, но еще и работают к тому же. Вот, и тогда снова начинаются и барбершопы, да, это как бы новый виток, и какие-нибудь там серьги, вставленные там в разные места, татуировки, там все дела. Вот, и мужчины опять украшаются, а женщины сплошь и рядом в каких-то драных свитерах там ходят, непонятных, там растянутых. Вот, но это такое колебательное движение, и тут показательно, что у человека это может произойти в течение там одного поколения, буквально на протяжении жизни одного человека, а у птичек, там голубей, тех же самых, это эволюционный процесс, он генетически прописанный. Вот, и поэтому у нас вот по-разному, причем даже в одно и то же время в разных обществах может быть не одинаково, там, если взять, допустим, какую-нибудь там деревню на селе, да, и там будет какой-нибудь там в красной рубахе с гармошкой ходить персонаж, он вот как бы очень красивый будет, вот, а если взять там какой-нибудь мегаполис, там может и наоборот быть там с барбершопом, вот, ну, или там наоборот серенький, ну, то есть по-разному. В самом начале лекции была такая мысль о том, что люди выбирают красивые виды, что якобы это как-то запрограммировано. Не является ли это просто таким выбором стратегической точки зрения? Вот если ты будешь жить, допустим, вот на вот этой красивой равнине, тебя ночью там какая-нибудь кошка там утащит в кусты и сожрет, а вот когда человек полез в пещеру, казалось бы, неудобную, зато он там защищен со всех сторон, и прекрасный обзор на этот вот красивый вид. Ну, в какой-то степени, наверное, и так тоже, но пещер там много, то есть, например, на той же горе Кормел, там всяких этих отвесов там много из склонов, но они жили в самых каких-то вот эффектных. Ну, вот, ну и если они до этого вот все эти хайбелисы еще там только-только палки с камнями взяли в руки, не вымерли, их никто не съел, потому что хищников было больше, люди были вооружены слабее, и тем не менее их никто не ел, и ничего, ни в какие пещеры они не лезли. То есть, если бы это было супер важно для выживания, это бы еще австралопитеки делали. Вот, австралопитеки в пещерах-то оказывались, ну, потому что их туда леопарды затаскивали на самом деле, ну вот, а не потому что они сами туда поселялись. Ну вот, поэтому тут, ну, как бы, парадокс получается, люди все более вооруженные, обеспеченные, а при этом прячутся во все более защищенных местах. Единственное, может, они не от хищников, а друг от друга прятались. Это тоже весьма вероятно. Но, скорее, это уже тоже для сильно более поздних времен, потому что времена неандертальцев, плотность этих неандертальцев настолько мизерная была, что, ну, нафига им какие-то там эти места. Тем более, не всегда это именно защищенная, ну, вот Афонтова гора, которая вот здесь, но она ничем не защищенная, она просто берег. Я говорю, там вправо, влево можно, тут на берегу, тут на берегу. Но они поселились напротив столбов, а не где-нибудь. Ну, вот Зарайские, там тоже этот бугор, да, но он как бы и там этих, как бы во все стороны равнины идет. Но они вот именно на самом красивом бугре. Он ничем не защищен. Там от кого защищаться-то, и никакой пещер там нет. Ну, вот, поэтому чисто вот утилитарные защиты это не объяснить. Станислав, здравствуйте. Меня тоже Станислав зовут. Во-первых, спасибо за приятные слова про Красноярск и то, что нас посетили, и то, что вы говорили и про мост, и так далее, и про столбы душа прям порадовалась. А вопрос у меня про следующее. Зная то, как развивалось отношение к искусству и красоте, мы можем прогнозировать на данный момент, кто будет дальше условно считаться там красивым с точки зрения фигуры, черт лица, и что планируется там в искусстве, в теории. Можем мы как-то это планировать и узнать? Ну, теоретически можем, но предсказания плохо всегда сбываются. То есть из таких общих соображений, что у нас идет вот эта самая грацилизация, наверное, так оно будет дальше. То есть есть такая вещь, как там половой деморфизм, да, вот отличие мужчин-женщин. Вот. И всю эволюцию он у нас снижался. То есть если посмотреть на австралопитеков, там чуть не в два раза разница у них. Вот. А сейчас уже по черепу отличить мужчину от женщины, это реально проблема. То есть там точность определения, ну, если так на глазок делать, где-то 80 процентов. Ну, то есть нормально как бы, да, но 80, то есть 20 процентов каждого пятого вы перепутаете. Вот. И дальше будут все более одинаковые. То есть как бы, ну, понятно, что есть функционал, да, только женщина может рожать детей. Вот. Но на вот визуальности вот все более-более. Ну, у нас такое стандартное изображение эльфа, там вот если этот фильм посмотреть, там, да, там с такими женоподобными лицами все эти эльфы. Это вот как раз вот тот самый предел итоговый и есть. Вот. А что касается всякого там искусства, ну, вот сейчас оно вроде как уходит в какую-то абстракцию, но часто становится уже настолько как бы мегапрогрессивным, что оно уже антиискусство. И уже там отвращение больше вызывает, да. Но принципиальный смысл-то тот же. То есть чтобы это резко отличалось от привычного, чтобы это было какое-то необычное и вызывало какие-то богатые эмоции. Другое дело, что вот эти современные творцы, они вызывают отрицательные эмоции сплошь и рядом. Ну вот, это нехорошо, не делайте так. Эмоции должны быть положительные. Ну, как бы положительные, отрицательные, это же вещь такая. То есть если бы пятикантропу показать какую-нибудь там, не знаю, современную картину, там пиздаж даже, да, не факт, что он бы там в восторгсе. Ну, поэтому, может быть, в будущем все будут вот этим современным искусством прямо еще больше восхищаться. Здравствуйте, Станислав. Меня зовут Наталья. Я работаю продуктовым редактором. И все мои коллеги, дизайнеры и все остальные ребята тоже работают онлайн, как и я. В разных концах мира мы никогда не встречались. Есть другие ребята, они работают на заводах, там колхозники, как вы говорили, и так далее. И, соответственно, вопрос. Я прочитаю просто, чтобы не заволноваться. Может ли в будущем человечество развалиться на два вида, как у Герберта Уэллса, на Мурлоков и Илоев? Ну, теоретически может, но у нас нету такой жесткой сегрегации, чтобы она продолжалась, ну, скажем, 100 тысяч лет подряд, чтобы эта дифференциация вот дошла до уровня видов, которые там вообще никак не могут между собой скрещиваться. То есть как бы там ни были разделены какие-нибудь, скажем, индийские касты, но это вот самая мощная социальная изоляция, которая вообще известна, все равно между кастами есть перетекание генов. И вот наши антропологи, когда изучали индийцев, то показали, что география больше вклад дает в разделение рас, нежели кастовая система. Вот, потому что касты различаются на расовом уровне. Вот, но география перевешивает, и социальная изоляция, как правило, долго не длится, все равно она рано или поздно нарушается. То есть чисто гипотетически, да, но на это нужен такой промежуток времени, ну, что как-то сомневаюсь, что столько времени социум может это подразделять. Ну, и у нас общество меняется, там, каждые, я не знаю, 50 лет, то есть то, что там было, я не знаю, в XIX веке, там, знать какая-нибудь, да, вот они там со средневековья были знатью, там, бац, там, Октябрьская революция, все равные, да, все там поперемешались. Сейчас там снова какие-нибудь там возникают, допустим, там, богатенькие, небогатенькие, да, потом будет еще какая-нибудь там, ну, пусть даже не революция, просто там эволюция, ну, вот, снова все там перемешаются. Ну, там, из грязи в князи, из князи в грязи, и как бы все это туда-сюда, поэтому гипотетически, может быть, ну, муравьи возникли, в конце концов, да, вот с этой системой своей дифференцированной, но у нас, я сомневаюсь очень сильно. Спасибо за лекцию. Меня зовут Яков. А во-вторых, известны ли примеры наскальной живописи, которая специально создавалась, как, может быть, какая-то примитивная карта, а может даже с изображением флоры и фауны? И есть ли какие-то современные племена, которые создают наскальную живопись, неумышленно повторяя какие-то фигуры, элементы, которые встречались у древних людей? Спасибо. Карты, есть примеры, есть гальки в Абаунце, это, я не помню, Испания, по-моему, там гальки, на них какие-то такие закорючечки, изображения, и некоторые эти закорючечки просто феноменально похожи на местный пейзаж. И вот считается, что это изображение карты. В Пшедмости, по-моему, что-то такое тоже было, еще где-то такое. Но это всегда крайне спорно, потому что какие-то вот эти картиночки, рисуночки, их можно привязать к местности, но как бы карта это или не карта, очень трудно сказать. Скорее всего, они не сильно этим заморачивались, потому что они и так прекрасно знали, где что находится. То есть карта имеет смысл для людей, которые не ориентируются на местности, и чтобы они как бы сориентировались в незнакомом месте. А если это охотники, которые тут живут, они без всякой карты будут прекрасно знать, где что находится. Ну вот, поэтому есть примеры, но они очень сомнительные. Что-то похожее на то, что изображали древние люди. Не обязательно на скалах. Да, вот я, допустим, живу в городе Железнодорожный, и там вдоль забора, вдоль железной дороги идет забор. И вот в какой-то момент на этом заборе, ну мало того, что там как бы все изрисовано, но не похоже на древние люди, а в одном месте народ прямо нарисовал там этих оленей, охотников. Ну правда сейчас закрасили все, но вот какое-то время, где-то года два, это держалось, я даже где-то в интернете видел. Так что прям копия. Вот мамонтов рисуют регулярно на всяких скалах. Вот самый лучший тому пример, это в Испании, я правда все время забываю название, там есть долина, какая-то Гайпуско, что-то какое-то такое название чудное. И там преемственность изображений наскальных рисунков от реально вот там 20 с лишним тысяч лет назад там с этими оленями, бизонами до современности. И последние рисунки рисовал какой-то там сын Мельника, и он нарисовал уже какие-то пароходы, самолеты, что-то такое там, машинки. А там есть какие-то рыцари на конях там с копьями. То есть вот все времена вот прямо вот охотников-собирателей до современности там представлены вот на одних черных скалах. Так что да, преемственность такая бывает. Станислав, вопрос такой. Вот вы говорили про дизайн, про симметрию, асимметрию в дизайне, что симметрия более простому мышлению соответствует, а симметрия какому-то другому. Вопрос. А симметрия, асимметрия во внешности, она как-то генетически имеет какую-то привязку? То есть причем даже не столько в дизайне, сколько вот сколиоз, например, у человека. Как это воспринимается? Ну, наша симметрия, она, в общем-то, функциональная. И она, ну или асимметрия тоже функциональная. И у нас, как правило, внешняя симметрия, а внутренняя это запросто и асимметрия. Ну, там сердце, печень, да, там желудок, они вот все асимметричны. А внешняя, это частично тоже функционально, потому что челюсти, все-таки, ну, если они ровные, они лучше будут жевать. Ну, вот если зубы там одинаковые, да, глазки одинаковые на равном расстоянии, то у нас там зрение будет лучше, ну, там, ну, слух, там, все дела. И отбор половой на это тоже идет. То есть чем симметричнее лицо, тем оно лучше. С другой стороны, если оно идеально симметричное, то это воспринимается как очень странная вещь. Ну, известные такие фотки есть, когда, ну, себя можете там отфотографировать, да, и право-лево отразить зеркальное, и получаются очень чудные какие-то рожи странные. Причем право-лево не одинаковые. Ну, вот, поэтому строго идеальная симметрия, она даже и в биологии как бы ненормальная, вот, но тенденция все-таки к симметрии однозначно есть. Вот, и она генетически 100% прописана, потому что она полезна. У меня вопрос про инстинкты. Ну, сейчас уже широко известно, что у человека нет инстинктов. То есть не материнские, не самосохранение. А было ли вообще у нас вот какой-нибудь инстинкт? Мы же все-таки как млекопитающие, да? И то есть на каком этапе вот они у нас, ну, исчезли? Или они как-то, не знаю, перелетели в нравственно-моральные какие-то, не знаю, формы? Вот такого рода вопроса. Ну, нравственно-моральные нет, потому что нравственно-моральные, они на то и моральные, что это уже интеллект, это уже сознание. А инстинкты 100% были, потому что у полуобезьяны они работают на ура. У макак, вот, самый чудесный пример, и такой этап, как бы, да, когда, ну, мартышкообразные вообще обезьяны, когда у них есть инстинкты 100%, а, соответственно, при этом есть и обучение, и вот такое сознательное поведение. И это, если на нас проецировать, это время примерно 30 миллионов лет назад, ну, и там, может, чуть-чуть пораньше, да, там от 40 до 30 миллионов, когда у нас еще и инстинкты были, и интеллект и какое-то разумное поведение с обучением уже тоже, как бы, хороший такой вклад давало, ну, где-то 50 на 50. Вот, а начиная с человекообразных обезьян, где-то 26 примерно миллионов лет назад, ну, там, может, около, там, плюс-минус, там, 25-26, у нас инстинкты уже практически выветриваются. И у человекообразных обезьян инстинктов, ну, так же нет, как у современных людей. Ну, и судя по тому, что их нету ни у рунгутанов, ни у горел, ни у шимпанзе, а мы все разъехались, ну, где-то там 15 миллионов лет назад, да, плюс-минус, ну, вот, а может, даже и раньше, ну, значит, уже тогда этого не было. Вот, про гиббонов, честно говоря, вот, про поведение я мало знаю. Есть ли у гиббонов, но, по-моему, у них тоже как-то небогато с инстинктами. Вот, ну, гиббоны пораньше отъехали, вот, поэтому они в этом смысле познавательны, но я вот про гиббонов не в курсе, честно говоря. Вот, но у макак есть инстинкты, у человекообразных уже, в общем-то, нет. Вот, а это вот где-то порядка, там, 30-25 миллионов лет, это тут, когда это произошло. И дальше мы от шимпанзе в этом смысле не отличаемся. Добрый вечер, Станислав. Во-первых, спасибо за лекцию, а во-вторых, большое спасибо за ту деятельность, которую вы в целом ведете. Побольше бы таких людей. Вопрос следующий. Вы не раз говорили о том, что человечество последние тысячи лет свой мозг утрачивает. Мягко говоря, размер мозга все уменьшается. Вот смотрите, если у нас с эволюцией человека искусство все время усложнялось, а сейчас мы мозг теряем, ждет ли нас возврат, ну, хотя бы на уровне искусства, в каменный век. Запросто. Легко и непринужденно. И более того, такое ощущение, что оно, в общем, происходит. Ну, потому что, ну, такой пик творчества, да, человеческого, это вот с эпохи Возрождения, там, по началу, там, или середину 20-го века. Ну, вот, а сейчас, ну, если посмотреть, допустим, архитектуру, вот сколько вы знаете великих архитектурных сооружений, вот с середины 20-го века и дальше, ну, я вот в нашей стране не знаю, честно говоря. Ну, архитектура, она показательна, потому что ее, как бы, видно, да, либо она есть, либо ее нет. Ну, вот, то есть, допустим, я могу, предполагаю, что я, там, музыку плохо знаю, может, кто-то такое что-то гениальное совершил, а я вот просто не в курсе, да. Вот, ну, и живопись тоже, ну, одно дело, там, вот, в 19-м веке, там, все эти, там, великие художники, да, в 20-м еще тоже они были-были, а что-то сейчас, вот, какой у нас сейчас великий художник? Ну, вы знаете хоть одного? Ну, вот, что-то я вот тоже не в курсе. Ну, и в мире то же самое, на самом деле. Не только про нашу страну, просто нашу страну я лучше чуть представляю. Вот, поэтому, может быть, вот. Но, с другой стороны, есть еще такой момент, что, когда мы говорим про прошлое, у нас срабатывает кумулятивный эффект. То есть, когда я говорю, там, за 19-й век, это, там, за 100 лет нарисовали, там, ну, не знаю, 100 картин красивых, допустим, да, ну, пусть, там, тысячу. Ну, вот, но это за 100 лет. А теперь вспоминают, что было, там, за мою жизнь, да, ну, за сознательную, допустим, там, 30 лет. Ну, вот, и за 30 лет, но это не то же самое, что за 100 лет, да, и вот я и не знаю, и то за 100 лет предыдущих это, как бы, мне на блюдечке преподнесли, в музеях повесили и пальцем показали, что вот это круто, как бы, я сказал, а, да, круто. А за 30 лет просто не успели меня в нос цунуть, и я и не в курсе. А может, где-нибудь, там, в Ирюпинске сидит гениальный художник, там, фигачат эти картины пачками, ну, вот, но просто я не в курсе. Вот, поэтому я надеюсь, что все не потеряно, вот, но в перспективе понятно, что уменьшение мозга скажется по-любому, это однозначно. Станислав, добрый вечер, у меня такой вопрос. Как мы знаем, что человеческий мозг состоит из лимбической системы префронтальной коры, и в подростковом возрасте лимбическая система развивается намного быстрее, чем префронтальная кора. У меня такой вопрос. Почему эволюционное развитие идет так, а не иначе? Почему неравномерно эти системы развиваются? Ну, потому что лимбическая система – это автоматика в значительной степени, и она для выживания гораздо важнее, потому что на происходящее нужно реагировать быстро и без раздумий, ну, чтобы живым остаться. А лобная кора, вот эта почему-то она префронтальная, вообще она постфронтальная по-хорошему, ну, это уже диалектика. Но лобная вот эта кора, ну, и не только лобная, вообще, в принципе, новая кора конечного мозга – это мышление, которое предназначено для решения каких-то сверхзадач редкостных и нестандартных. А редкостные и нестандартные, они на то и нестандартные, что они бывают там очень нечасто. Поэтому ее можно и не шибко развивать, она пригодится когда-нибудь, может быть, а может и не пригодится, и можно жить без мозгов вполне себе. А без лимбической не получится жить. Это вот сто процентов как бы нужно. Ну, и для того, чтобы мы стали по-настоящему разумные, чтобы у нас вот именно кора главная была, а лимбическая нет, нам еще эволюционировать, эволюционировать до этого. Так что базис, он всегда важнее. То есть сердце должно биться, дыхание должно идти, там эмоции – это базовые реакции на происходящее, должны срабатывать. А подумать об этом мы потом успеем еще когда-нибудь. Ну что ж, я предлагаю поблагодарить Станислава за интересное выступление. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...